Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу событий. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. О реализации национальных проектов и преимуществах карты жителя Самарской области. Каким вопросом уделили особое внимание на еженедельном совещании в мэрии под руководством главы города Елены Лапушкиной. Будут курсировать на самом востребованном направлении Самары-Рождествено. В город прибыли два новых судна на воздушных подушках «Нептун». С теплом и заботой. В Красноглинском районе неравнодушные самарцы плетут маскировочные сети в помощь военнослужащим. Красота волжских просторов, запечатленная на холстах. В Самарском областном художественном музее открылась выставка работ Николая Хальзева «Берега». Реализацию нацпроектов и преимущества карты жителя Самарской области обсудили на еженедельном совещании в мэрии, которое прошло под руководством главы города Елены Лапушкиной. Как повысить интерес жителей областного центра к изучению исторического наследия, модернизировать систему хранения музейных экспонатов, сохранить и укрепить здоровье граждан и оформить лишь одну карту, которая вместит в себя целые пакеты документов, узнала Ольга Павлова. В год культурного наследия, который был объявлен президентом страны Владимиром Путином, Самарская область заняла лидирующие позиции по реализации национальных проектов. В частности, по нацпроекту «Культура» в черте регионы и города серьезно обновили материально-техническую базу учреждений, провели ремонт, пополнили их новыми творческими коллективами, детские школы искусств получили новые инструменты и оборудование, а благодаря виртуальным концертным залам жители смогли приобщиться к лучшим образцам российского и мирового искусства. В планах на 2023 год повышение интереса жителей и гостей Самары к изучению исторического наследия России, модернизация системы хранения музейных экспонатов, развитие цифрового контента в музеях. Финансирование на реализацию этих мероприятий пойдет из совместных федерального, регионального и городского бюджетов. В рамках реализации этих мероприятий будет приобретено специализированное технологическое и техническое оборудование для осуществления выставочной деятельности и оборудование для хранения и сохранности предметов музейного фонда. Успешно в прошлом году велась работа и по федеральному проекту «Спортнорма жизни» нацпроекта «Демография». Проводились различные мастер-классы и соревнования. В 2023 году продолжатся мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья жителей города. Уже запланировано проведение лыжного марафона «Соколи и горы», городские соревнования «Лето с футбольным мячом», легкоатлетический ночной забег «Огни Самары», спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника и многое другое. В 2023 году запланировано проведение более 60 официальных физкультурных мероприятий, более 230 официальных спортивных мероприятий по 58 видам спорта с привлечением более 90 тысяч участников. В целях приведения объектов физической культуры и спорта в нормативное состояние планируется капитальный ремонт в 2023 году в четырех муниципальных учреждениях. Активно в этом году будет вестись работа и по реализации нацпроектов «Демография и здравоохранения». Особое внимание уделят мероприятиям, направленным на повышение рождаемости, популяризации семейных ценностей и развитию добровольческого волонтерского движения на территории города. Планируется проводить работу с работниками учреждений, общественных организаций по вовлечению граждан пожилого возраста, добровольческую деятельность с регистрацией на сайте «Добровольцы России». Обсудили на совещании в мэрии и реализацию проекта «Карта жителей Самарской области», который был инициирован губернатором Дмитрием Азаровым. Карта может вместить в себя ряд возможностей – электронный проездной, аналог полюса ОМС, получение социальных выплат, ключ от домофона, а также копилку кэшбэков. Позволит проводить банковские операции, оплачивать проезд в общественном транспорте, получать скидки и бонусы, участвовать в программах лояльности компаний-партнеров, а также использовать государственные электронные сервисы. Обслуживание карты бесплатное. На текущий момент подать заявление на получение карты можно в электронном виде на портале «Карта жителей Самарской области» и в отделениях тех двух банков, которые выдают эти карты. С 1 апреля текущего года подать заявку на такую карту можно будет через МФЦ. Срок изготовления карты – не более 14 календарных дней с даты приема заявления. Для оформления карты нужно предъявить полис обязательного медицинского страхования, паспорт и СНИЛС. На сегодняшний день в регионе подано уже более 50 тысяч заявок на карту жителя Самарской области. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. Соблюдение регламента уборки, санитарной обработки и технического обслуживания общественного транспорта остается одним из приоритетных направлений деятельности самарских перевозчиков. Этот процесс находится на непрерывном контроле. Оперативно в отработку берут те замечания, на которые указывают пассажиры. Без внимания не остается ни одно обращение. О том, как в Северном депо на улице Фадеева трамваи готовят к рейсам и на что обращают повышенное внимание, узнала наша съемочная группа. После рейсов самарские трамваи прибывают на водные процедуры. Вагоны моют сначала снаружи специальными автоматизированными щетками. Там, где они не достают, специалисты выполняют мойку вручную. После чего приводят в порядок салон. В каждом депо ежесуточно дежурят бригады до 7 человек. С наступлением весны, во время месячника по благоустройству, будет задействован дополнительный персонал. В период респираторных заболеваний учащается санитарная обработка салонов хлоросодержащими средствами. Не только в ТТУ, но и во всех транспортных предприятиях города. Никто не снимал с повестки вопрос о антиковидной обработке салона. Все наши хлоросодержащие препараты по-прежнему используются. Выполняется протирка поверхностей, которые входят в контакт с пассажиром. Это спинки сидений, это поручни, это санитарная обработка пола производится. Затем вагоны проезжают, если нужно, к бригадам механиков. Они при необходимости меняют расходные детали, чинят неисправное электрооборудование и следят, чтобы на линию выходили абсолютно готовые к работе вагоны. Трамвай все на улице выпускается исправно. Но понятно, что это железка и она всегда может там сломаться. За всем все это смотрится и проверяется. Проверяется все, что нужно посмотреть. Особенно это касается тормозной системы. Работаем в зимний период печек. Все трамваи проходят ежедневный осмотр. В ходе тех осмотров приводят в порядок и трамвай, у которых на крыше образовался серый налет. Возникающие следы графитовой смазки оттирают с помощью керосина и других специальных химических средств. Обязательный полный технический осмотр каждый вагон проходит раз в месяц. В планах ТТУ еще и модернизация старых вагонов. Постепенно в ходе реализации данной программы смогут ремонтировать до 10 трамваев в год, что со временем также улучшит работу транспорта. Помимо этого, в текущем году планируется приступить к реализации программы модернизации трамвайных путей, рассчитанной на 5 лет. Стоит также отметить, что на уровне правительства Российской Федерации рассматривается вопрос закупки еще 34 вагонов для самарского ТТУ. Кроме того, до 1 июля текущего года парк ТТУ расширится. В город доставят 12 новых вагонов. За ними следить на предприятии будут также пристально и внимательно. С момента получения, приемки и первой обкатки и в дальнейшем при работе на линии, чтобы продлить срок их службы и обеспечить комфорт и безопасность пассажиров и перевозок. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. В Самаре продолжается строительство станции метро «Театральная». На перекрестке улиц Новосадовой и Полевой идет устройство стартового котлована. До 20 февраля планируют завершить монтаж свай. А в исторической части города в стартовом котловане ведутся подготовительные работы под конструкцией тоннеля проходческого комплекса. Рабочие монтируют опорную раму для будущей сборки щита. Тоннели будут идти навстречу друг другу. Один из исторического центра в направлении станции Алабинской, другой в обратном направлении к станции «Театральная». Специалисты занимаются также инженерными коммуникациями и вопросом переустройства трамвайной линии в районе перекрестка Красноармейской и Галактионовской. На прошлой неделе к участку доставили шпалы. Параллельно подрядчики ведут подготовку рельсов. Эти работы планируют завершить до 25 февраля. Специалисты стараются минимизировать неудобства для горожан. Кроме сужения проезжей части автодороги в направлении из города, никаких ограничений в период переустройства линии не будет. Трамваи продолжат следовать, пока по старому полотну. Горожанам, переходящим проезжую часть, нужно обращать внимание на новую разметку временного пешеходного перехода у перекрестка Красноармейской и Галактионовской. Все работы, связанные со строительством метро, находятся на постоянном контроле. После ввода в эксплуатацию новой станции добраться из отдаленных районов до исторического центра города можно будет за считанные минуты. По расчетам экспертов, пассажиропоток в подземке увеличится минимум на 15%. При необходимости МП «Самарский метрополитен» сможет обеспечить сокращение интервала движения поездов до 7-8 минут. В этом году капитальный ремонт подвижного состава продолжится, чтобы он был обновлен к концу 2024 года. Уже более половины парка привели в порядок. После капремонта срок службы вагонов продлили еще на 15 лет. Это, конечно, очень здорово, потому что центр города станет частью вот этой большой системы метро и объединит, получается, исторический город и дальние районы. По поручению губернатора Дмитрия Азарова в регионе наращивается флот судов на воздушной подушке, которая в зимнее время активно используется для перевозок жителей по маршруту Самара-Рождествена. В городе появилось два новых судна. «Нептуны» приобрели за счет средств регионального бюджета. Самарское речное пассажирское предприятие зимой перевозит пассажиров в Рождествено судами на воздушной подушке «Нептун» вместимостью 21 человек и «Славир» вместимостью от 9 до 11 человек. Они предназначены для передвижения по ледовому покрову и заснеженной поверхности. Рейсы в направлении села Рождествено очень востребованы. За прошлый год пассажиропоток судов на воздушной подушке составил 105 тысяч человек. С начала 2023 года на них перевезли уже 30 тысяч пассажиров. С теплом и заботой в Красноглинском районе Самары мастерицы плетут маскировочные сети в помощь военнослужащим. Кропотливая работа требует терпения и внимательности. Организатором пункта плетения выступило объединение многодетных семей Самарской области. Мы встретились с рукодельницами и узнали, как организован процесс. Полотно 3 на 6 метров. Клетка за клеткой рукодельницы вывязывают уникальные узоры, повторяющие природный ландшафт. Женщины плетут маскировочные сети в помощь военнослужащим. Организовали процесс руководителя объединения многодетных семей Самарской области. Мы многодетные мамы, мы понимаем, насколько это важно. А я, как мама трех сыновей, очень переживаю, потому что у меня будущие защитники растут. И просто в один день мы узнали, что плетут сети в Зубчининовке. Мы пришли помочь. В этот момент приехала мэр нашего города, Елена Владимировна. Она увидела это все. Она спросила девочки, чем вам помочь. И мы сказали, что было бы здорово открыть такое место по плетению в Красногринском районе. Такое место нашли. Женщинам выделили помещение в ДК «Октябрь» на мехзаводе. Сюда мастерицам привозят ткань. Они нарезают ленты, рассчитывают полотно на квадраты и плетут маскировочные сети. Процесс требует не только терпения, усидчивости, но и внимательности. Плести маскировочные сети надо по определенным схемам. Таких схем 17. Эти схемы состоят в основном квадраты 6 на 6. Мы, значит, берем сеть, высчитываем клетки и вот показываем людям, где будет располагаться данный рисунок. Вывязывается это по схеме. Конечно, это все зависит от человека и насколько он собран, насколько он понимает. Есть люди, которые славливают пять минут. К процессу плетения подключилось около 50 женщин. Те, кто постарше, приходят днем, помоложе вечером. После работы пункт открыт с 10 утра до 21 часа. Практически каждый день подключаются новые мастерицы, неравнодушные жители города. Я занимаюсь народным творчеством. Я шью эксклюзивных кукол дома. Поэтому я думала, что мне это будет, наверное, не очень сложно. Но вот сейчас пришел сегодня первый день. Хочу научиться. И потом, может, буду других даже, я хочу сказать, обучать. Надо помогать. Да, надо помогать. Ну, кто, если не мы, будем помогать? Вы знаете, мы, как мамы, которые укрывают своих детей одеялом, укрывают своим теплом, заботой, плетя эти сети, вот каждая из женщин, она в душе понимает, что, возможно, эта сеть спасет кому-то жизнь. Это нам дает стимул приходить сюда и плести. За две недели кропотливой работы удалось мастерить 14 сетей. Еще две сейчас на подходе. Их вместе с другой гуманитарной помощью отправят военнослужащим. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров. События. Профессионалы своего дела и активные общественники в Самаре подвели итоги ежегодной акции «Женщина и мужчина года-2022» в Куйбышевском районе. Лучших выбирали в нескольких номинациях. С победителями пообщалась и наша съемочная группа. Актовый зал Дома культуры «Нефтяник» блистает. И вовсе не от декораций, а от улыбок мужчин и женщин Куйбышевского района. И повод серьезный. Их признали лучшими в профессии в акции «Мужчина и женщина года-2022». Необходимо отмечать людей, независимо от того, мужчина или женщина, которые действительно этого заслуживают, которые своей каждодневной работой, своей деятельностью общественной, своей деятельностью творческой создают общественное благо, создают настроение людей и вообще формируют то, что в конечном счете определяет развитие территории. Мы можем на примере нашего Куйбышевского района об этом говорить. Надежда Богатова получает награду в номинации «Мастер индустрии красоты». Говорит, быть красивой – одно из главных предназначений женщины, ведь мужчины любят глазами. Визажисту важно уметь чувствовать настроение клиента, быть внимательным к деталям и аккуратным. Я люблю просто общаться с женщинами и нести красоту в наш мир красоты женщин. Стихия Станислава Полихина – организация праздников и постановка спектаклей. Его труд отметили в номинации «Арт-персона». Мужчина – театральный режиссер и руководитель студии в школе искусств. Победа стала для него приятной неожиданностью. Делится секрет его успеха – ответственное отношение к работе. Да, честно говоря, я очень удивлен, что меня номинировали. Просто делал свое дело хорошо. Занимался этим с горячим сердцем, отдавался полностью своему делу. И, наверное, этого оказалось достаточно, чтобы получить такую высокую награду. Поздравления принимают 20 человек, которых отметили в различных номинациях. Предприниматель, Человек-дела, Мастерство управления, Социальная инициатива, Профессионализм, Прорыв года и Зажигаем сердца. В числе награжденных – руководители, учителя, врачи, работники сферы культуры и искусства. Целью этого конкурса является информирование нашего общества о тех достойных людях в различных областях – и социологии, и экономике, и политике, и многие-многие. Вот такие неравнодушные, вот такие профессионально в высоком плане, люди с активной жизненной позицией у нас есть. Поддержать номинантов пришли родные, близкие, друзья и коллеги. Ксения Баканова, Константин Головин, События. Красота волжских просторов, запечатленная на холстах в Самарском областном художественном музее, состоялось открытие выставки работ Николая Хальзева «Берега». Наша съемочная группа познакомилась с творчеством художника. Подробности в следующем сюжете. Он тонко чувствовал красоту родной природы и мастерски умел передавать ее состояние в разные времена года. На выставке, посвященной столетию со дня рождения Николая Хальзева, представлено огромное количество работ – от небольших этюдов до программных полотен. Николай Иванович прошел очень долгую, интересную, творческую жизнь. Он дружил и с Пурыгиным, он был соратник с Комиссаровым. И сегодня на этой выставке представлены работы из шести частных коллекций, из двух музейных собраний. Мы можем видеть и графические листы шестидесятых годов, и этюдный материал, и большие заказные работы, которые рассказывают о строительстве, например, ДЭС. Внимание посетителей выставки сразу привлекает монументальное полотно «Жигулевские ворота». На нем открывается масштабная панорама «Жигулевский гор», которой зритель видит с высоты птичьего полета. Эта вся любовь у него впиталась на генетическом уровне. Он же ведь родился в селе Сухаеве, взрос в Самарской области, вырос в зерене, очень любил природу с детства, вырос в этой среде, и возможно, не любит наши красоты. В каждой работе написанной Николаем Ивановичем «Любовь к родному краю». Познакомиться с творчеством художника можно до 26 марта. Ксения Баканова, Александра Гусева, Игорь Казановский. События. Турнир по художественной гимнастике «Зимняя сказка» финишировал в Самаре участницам от 10 до 14 лет. Награждали победителей представители общественной палаты Самары и городского департамента спорта. Подробности в нашем сюжете. Городские соревнования по художественной гимнастике «Зимняя сказка» – первые старты для юных спортсменок. По итогам турнира девочки до 14 лет получают спортивные разряды. На ковер в этом году для выполнения упражнений с мячом и булавами вышли 180 человек. Президент областной федерации художественной гимнастики Наталья Попова признается – спорт, кроме силы воли, умения побеждать, воспитывает в детях еще и патриотизм. «В сегодняшней ситуации, в сегодняшней сложной наше время слово патриотизм приобрел несколько иной смысл. И наша задача, воспитательная задача заключается в том, чтобы до ребенка донести, что он должен быть с родиной всегда, несмотря ни на что, чтобы он понимал, как ее надо любить, как ее надо защищать». Почетные гости соревнований, представители общественной палаты городского округа «Самара» пришли поздравить юных спортсменок с их личными достижениями и напомнили им, что их победы на гимнастическом ковре помогают солдатам российской армии побеждать врага в СВО, охраняя мир и покой в России. Именно это и называется патриотизмом. «Представьте, соревнования, ребенок, он стоит и играет гимн страны. Да у многих, я смотрю, слезы наворачиваются. И вот именно этот патриотизм, если мы будем закладывать его именно с детства, изменять программы в школах, сделать направленность на то, что Родина одна, Родину иногда надо защищать, и Родина никому не продается и не сдается». «У нас немало патриотов и нормальных мужиков, которые защищают свою страну и готовы защищать. Тем не менее, этому нужно, конечно, уделить больше внимания. Все это осознают, все это понимают, понимают ситуацию в мире, какое происходит наше положение в мире. А молодежи надо заниматься». Юной гимнастке Анастасии про патриотизм много рассказывать не нужно. Ее отец – участник СВО. Вместе с другими спортсменками она написала стихи и попросила общественников помочь отправить поэтические письма на фронт к празднику 23 февраля – Дню защитника Отечества. «Благодаря им мы живем обычной жизнью. Ходим в школу, тренируемся, выступаем на соревнованиях. Помогите нам, чтобы наши письма дошли до наших героев и также для моего папы. Мы желаем нашим бойцам победы и скорейшего возвращения на Родину». Поэтическая посылка к празднику отправилась на фронт в рамках акции «Мы вместе». Девушки постарше недавно выступали на первенстве и чемпионате по Волжье. Команда заняла там четвертое место. Гимнастка Анастасия Трофимова показала себя на высшем уровне и поедет уже на всероссийские соревнования защищать честь Самары и 63-го региона. Андрей Бессонов, Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. На старте как спортсмены-профессионалы, так и любители. По всей стране прошла 41-я массовая зимняя гонка «Лыжняя Россия-2023». Сколько человек приняли участие в соревнованиях на центральном старте в Самаре, расскажем далее. Разминка перед стартом под зажигательную зумбу любителей спорта. В 41-й раз объединила «Лыжня России». В Самарской области на соревнования зарегистрировались более 14 тысяч участников. Из них 8 тысяч на центральном старте в областной столице на спортивной базе «Чайка». Сегодня праздник. Праздник по всей России и в Самарской области. Люди занимаются спортом, здоровым образом жизни. И на нашей «Чайке» мы видим и профессионалов, и любителей, и взрослых, и детей. Участники пробежали дистанции 5 и 10 километров. А самый массовый забег, в котором приняли участие как дети, так и взрослые, организовали на 2500 метров. Обязательно нужно проводить время как можно чаще на воздухе. Заниматься спортом, двигаться. Даже просто прогулки – это супер. Мы по-любому победим. Это 100%. Мы не зря тренируемся. Лыжня России впервые прошла на новой лыжероллерной трассе, которую отремонтировали в конце прошлого года по нацпроекту «Демография» федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Здесь новая трасса, новые мачты освещения, новые постройки. Летом здесь, конечно, все засфортировано. Это лыжероллерная трасса, освещение всю ночь. Я люблю спорт и считаю, что каждый должен заниматься и так же должен любить, как и я. Лыжня России не только гонки на лыжах. Любители зимнего отдыха могли посмотреть выставки, концертную программу, сдать нормы ГТО и прокатиться в упряжках на собаках. Лыжня России 2023 прошла во всех регионах России. В общей сложности в ней приняли участие более 500 тысяч человек. Светлана Кудрявцева, Игорь Казановский. События. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Администрация Кировского района приглашает жителей пройти диспансеризацию. Основная цель – раннее и своевременное выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития. Работающие горожане могут прийти в вечернее время и в субботу. Сельские жители могут пройти диспансеризацию в ФАПе. Для записи на конкретный день необходимо обратиться в свою поликлинику. Записаться на медосмотр можно дистанционно по телефону поликлиники или на портале госуслуг. Телеграм-канал Департамента опеки, попечительства и соцподдержки сообщает, что некоторые категории граждан могут рассчитывать на бесплатную юридическую помощь в разных ситуациях. Ее могут получить ветераны, малоимущие семьи, инвалиды 1-й и 2-й групп, дети-инвалиды, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, а также их законные представители, если защищают интересы детей, усыновители, если защищают права детей, будущие приемные родители при обращении за помощью по устройству ребенка в семью. Для них предусмотрены письменные или устные консультации, составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов, представление интересов в судах и госорганах. Семьи с детьми могут получить помощь при установлении отцовства и опеки, взыскании алиментов, разделе имущества, защите трудовых прав, назначении пособий и пенсий. На этом наш выпуск подошел к концу. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин